Хорошие традиции встречаемся здесь в нашей хаевской студии Оазис Медиа в программе «Израиль и лица». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Лютаревич, один из старейшин общины «Шивей Цион». Добрый вечер, Дима! Шалом, Михаил! Шалом, дорогие друзья! Ну и мы будем задавать вопросы, будем общаться и пытаться вместе разобраться в том, что волнует наших телезрителей. Итак, первый вопрос. Ну, конечно, многие из нас, когда смотрят программы, разборы прекрасные о значении имен, о значении традиций, задаются вопросом, а как же был, собственно, твой путь к мессианству? Почему именно мессианство из всех конфессий, из всех деноминаций? Каков был вот этот вот, какова была дорога эта? Хороший вопрос. Мои родители, они, в принципе, полностью были атеисты, сейчас немножко все это меняется. Папа русский, мама еврейка. То есть, когда мы жили в России, еврейский, библейский, то есть, никакие праздники, мы ничего этого не праздновали, ничего не соблюдали. То есть, полностью атеистическая жизнь. И когда я приехал в Израиль, целью приезда была возможность на будущее куда-то пойти, может быть, учиться, продвинуться потом дальше в другой стране. То есть, Израиль не был для меня каким-то особенным государством, это была страна, перевалочный пункт. Но в какой-то момент, после того, как я уже женился, у меня даже уже были дети, и моя тёща, она пришла к вере к Богу, потом сестра жены и сама жена. И потом очень упорно они все молились за меня, разговаривали, общались. И долгое время, то есть, примерно год это взяло, хотя я даже до сих пор не понимаю, каким образом я такой атеист пришёл к вере в Богу. А насчёт мессианского иудаизма просто так получилось, что тёща, она уверовала именно внутри мессианской общины. И поэтому единственный путь, куда я мог прийти, это только в мессианскую общину. И я, кстати, этим очень доволен, потому что у меня нет никакого прошлого, никаких ни баптистских общин, никаких динаминаций христианского мира я не знал. И именно возрастал во всём еврейском, и знание еврита также помогало мне просто пользоваться какими-то еврейскими источниками. Ну и теперь, я так понимаю, для тебя и государство Израиль по-другому выглядит. Естественно, то есть, когда я... Это уже больше не перевалочный пункт. Естественно, когда я пришёл к Богу, то есть, Бог стал менять полностью мою жизнь, моё понимание, моё мировоззрение, отношение к людям, отношение к Израилю, к верующим людям, к ортодоксальным евреям. То есть, всё изменилось в моей жизни. Ну, а вот сейчас многие конфессии дискутируют о роли Израиля как государства современного. Кто-то говорит, вот да, чудо в 1947 году восстало из пепла, из праха страна Израиль, что это действительно Божий Израиль. Кто-то, даже наши соотечественники израильтяне бьют себя в грудь, да нет, это всё не настоящий Израиль, не тот самый библейский Израиль. А ты вот как считаешь? Государство Израиль, я думаю, и народ Израиля, он до сих пор остаётся Божьим народом. И у Бога, как был изначальный план, так он также продолжает действовать. И у Израиля, как и раньше, так и сегодня, у него есть определённое назначение, предназначение. И оно до сих пор актуально. И если мы говорим с взгляда верующего человека, то то, что называется сегодня Божий Израиль или верующий Израиль, это люди, которые могут, с одной стороны, евреи, которые пришли к вере в Мессию, а также неевреи, которые присоединились к израильскому народу через веру в Ешуа. И всё это вместе можно назвать библейским Израилем или телом Мессии. Ну вот многие, когда ездят за границу, я знаю, что по работе и тебе приходится немало ездить по миру, говорят, что потом, когда возвращаются в Бен-Гурион, особенное чувство, что вот, наконец, прилетел домой. Да, есть такое вот на самом деле. То есть, я не знаю, из-за чего это чувство происходит, но когда ты находишься вне Израиля и возвращаешься, ты чувствуешь, что ты находишься на своей земле, ты чувствуешь, что ты находишься в своём месте, которое призвал тебя Бог. Ну я думаю, нас и прямо сейчас смотрят, надеюсь, и потом будут смотреть многие евреи, которые сейчас находятся там, в странах бывшего Советского Союза, может ещё где-то за границей. Им стоит ехать, вот стоит всё бросить, загореться такой сионисткой мечтой и поехать сюда, в Эрес-Исраиль, или стоит развиваться там, где они есть сейчас? На самом деле, этот вопрос непростой. С одной стороны, мы видим в Писании, что Господь призывает евреев вернуться в свою землю. Написано, что Он собирает рассеянных. Это тот план, который Он уже начал делать, и делает, и будет продолжать делать. С другой стороны, люди, которые живут вне Израиля, у них есть своя жизнь, и я думаю, они должны получить своего рода откровение. Потому что оставить всё и приехать в Израиль, это не так просто. И если мы говорим, приезжайте, у вас всё получится, всё будет нормально. То есть человек должен осознавать, что он теряет, что он приобретает. Он должен осознавать все последствия своего решения. Но да, по Писанию мы видим, что Господь призывает каждого еврея вернуться в свою страну. Потому что он Эр-Цесраэль называет особенной страной, то место, которое он предназначил для своего народа. Но человек в любом случае должен осознавать, на что он идёт. То есть будет непросто. А сколько времени у тебя заняло это движение? Я знаю, что ты прошёл очень непростой путь. И сейчас у тебя семья, дети. Как говорят в Израиле, Коля Кавод, вся честь и слава. Но сколько лет занял этот путь адаптации, этот путь реинтеграции в общество? Адаптация, я думаю, она зависит от того, в каком возрасте приезжает человек. То есть есть такие, которые приезжают после 40 лет или после 50 лет, то эта адаптация очень тяжело им обходится. Те, которые как молодёжь или которые рождаются здесь, или приезжают в раннем возрасте, они очень быстро вливаются в тот менталитет, который здесь. Очень быстро находят друзей, схватывают иврит. Поэтому адаптация, она очень быстро. Я приехал, когда мне было 15-16 лет. И могу сказать, что я не чувствовал какой-то тяжести. Очень легко влился в то общество, которое здесь было. Ну а дети, вообще какой язык дома доминирует? Иврит или русский? После того, как ты уже многое время живёшь здесь, то иврит, он уже становится твоей неотъемлемой частью. И даже если я когда пытаюсь говорить на русском, то получается смешанный язык русский вместе с ивритом. Потому что многие слова, они просто автоматически вылетают, и даже не знаю, как они на русском переводятся. То есть уже действительно стал родной язык. Но хорошо, пойдём по тем вопросам, которые у нас накопились от наших зрителей. И один вопрос был такой. Какое влияние на христианство, на твой взгляд, оказал уход от почитания еврейских традиций и праздников? Стоит ли возвращаться? Если да, то к каким именно традициям и почему? Я думаю, что мы должны понимать, что уход, он был больше даже не то, что от традиций, а от слова Божьего, от заповедей Божьих. Потому что христианство, оно приобрело власть, силу примерно в третьем веке, после Никейского собора и остальных соборов. То есть начали просто отсекать евреев, соблюдение всяких еврейских заповедей. И вот этот вот уход, когда ты отрываешь себя от корня, ты не можешь просто так оторваться и ничем это не заполнить. То есть всегда пустое место, как говорится, святое место пусто не бывает. И христианство, оно заполнило себя другими почитаниями других богов, идолов, и много что вошло в христианство. И вот этот вот уход от корня, он просто поменял свой путь. И мы видим на сегодняшний день большую разницу между первыми верующими, учениками Ишуа, их последователями, между тем, как сегодня выглядит христианство. Оттуда же происходит и антисемитизм. И я думаю, важно вернуться нам не к традиции, а именно корню, именно к соблюдению тех заповедей, тех праздников, которые Господь говорит, что это Его. Это принадлежит ему, это принадлежит еврейскому народу. Ну а вот как быть, если мы посмотрим современный иудаизм, то он тоже далеко уже не такой чистый, как был в те времена, и много наносного, как мы критикуем часто традиционные, ортодоксальные церкви, что там больше преданий старцев, чем, собственно, слово. А где здесь нам, как нам вот это разделить? Как нам сказать, что вот это да, настоящие корни, которые стоит брать, на которые стоит опираться, а это бабушкины сказки, которых... Ты абсолютно прав. То есть иудаизм, который раввинистический иудаизм сегодня, он также ушел немножко в другое русло, много чего вошло со временем в иудаизм. Но мы, как мессианские евреи, я думаю, мы имеем свое сито, мы имеем Писание, по которым мы живем, то есть мы не принимаем многие аллогические вещи и живем больше по Торе. То есть Тора, она актуальна во все времена, и те заповеди, которые Господь давал, они актуальны. Естественно, сегодня нет храма, поэтому многие заповеди, они просто сегодня не существуют, они не актуальны, но остаются другие, которые, я думаю, для нас, для человека, который живет в Эр-Цесраэль, верующий в Ешуа, еврей, эти заповеди, они актуальны. И поэтому, я думаю, мы, как верующие, должны просто уметь отсеивать то, что обычная традиция, то, что внесено людьми. И это как бы неплохо. Есть вещи, которые мы берем из аллахи, мы берем из традиционного иудаизма, но нужно их разделять. Ну, чуть-чуть отвлечемся, сделаем лирическое отступление от серьезной темы. Как я всегда обещаю нашим зрителям, те вопросы, которые поступают прямо сейчас в эфир, мы их будем приоритетно озвучивать. И вот прямо сейчас пишет Алекс Нетеиксу, прошу прощения, если неправильно произнес, «Шелом хотел узнать, почему ваши лица обритые, когда у евреев бороды?» Ну, ваши лица, это он сильно взял, у меня щетина уже, в принципе, давненько. Как вот с бородами быть? Интересный вопрос, я не уверен, что я смогу полностью на него ответить, но даже по аллахе есть евреи, которые бреются, но они не бреются лезвиям, то есть они не обривают полностью, они могут подстригать свою бороду, иногда это не делается до конца. Я думаю, мессианские евреи, скажем так, и, скорее всего, это, думаю, также влияет на каждого человека в отдельности, его мировоззрение, его видение, его понимание, то есть мы почему-то как-то не уверены, что мы эту заповедь соблюдаем и относимся каким-либо образом к ней. Ну, это восходит к назарейству? Может быть, это из-за того, что она не совсем точно определена, когда говорится «не обривай бороды своей», то есть либо не подстригай, либо не сбривай полностью, и многие заповеди, которые не совсем понятны, то есть они по-разному интерпретируются, по-разному истолковываются, и ответ неоднозначный. Ну вот мы подходим к таким фундаментальным вещам, вернее, даже возвращаемся к ним о том, о чем мы говорили. Как воспринимать все эти вещи, как воспринимать эти заповеди? Ведь, ну, большая часть из них неоднозначно трактуется. Любую заповедь, если мы спросим такого уверенного в себе представителя другой конфессии любой, он ее тут же нам расскажет вполне твердо и докажет, что вот он считает, что он ее соблюдает. А другие, наоборот, атеисты скажут, ну, как, все правильно, не ели свинину, ну, чтобы не было проблем с желудком в пустыне, жарко все-таки, но есть в этом доля логики. Где этот баланс, и как нам понять, а что именно от нас хочет Тара? Имеется ли в виду буквально что-то, или литературно, или каждый это должен делать по утверждению собственной совести? Я думаю, каждый человек, во-первых, он учится, Господь дал разум каждому, и есть митцво, заповеди, которые они однозначны. То есть, если Господь сказал, это ешь, а это не ешь, то это понятно. То есть, там не нужно даже никакого объяснения. Есть, как ты говоришь, естественно, заповеди, которые не совсем ясны, которые имеют какую-то определенную границу. И в иудаизме в самом тоже истолковывают их по-разному. Мы должны понимать даже, что в самом иудаизме, когда идет обсуждение определенных заповедей, бывают полностью противоположные мнения. Как мы знаем, что у каждого еврея по два и по три мнения. И когда мы, например, смотрим в Талмуде, очень часто эти все мнения, они сразу перед человеком стоят. То есть, идет своего рода дискуссия, и один говорит так, второй так, третий еще как-то. И не всегда есть какое-то либо заключение. То есть, бывает по-разному. Есть, естественно, сегодня то, что называется Шульхан Арух. Это та Аллаха, которая была выработана примерно в 15 веке. Там есть определенные моменты, определенные растолкования заповедей, что именно должен человек делать и как он должен себя вести. Но, опять-таки, это не то, что явно сказал Господь. Я, может быть, чуть-чуть расширю эту тему. Когда-то, когда Тора передавалась дальше, через Моисея, передавалась Синедриону, они вывели три главных заповеди. Они сказали следующую вещь, что вы должны сделать себе учеников, вы должны себе сделать правильный суд, чтобы судить людей, говорить, что правильно, что неправильно, и вы должны поставить ограду вокруг Торы. Что это значит? Что когда есть какая-то определенная заповедь, чтобы ее не нарушить, ты накладываешь на нее еще одну заповедь, или ты просто предохраняешь себя, чтобы не подойти даже близко к этой заповеди. Дам несколько примеров. Например, совсем недавно, может быть, год назад или два года назад в Израиле была такая ситуация, что когда женщина садилась впереди в автобусе, и религиозные заходили, ортодоксальные евреи, начался скандал, почему женщины сидят спереди, они должны сидеть сзади. Это было очень сильно распространено в Израиле, весь этот скандал поднялся. И обычно ортодоксальный еврей, когда он заходит и видит, сидит женщина, он не имеет права даже сесть с ней рядом. Он идет на заднее кресло или на другое свободное кресло и садится. Почему так происходит? Потому что есть заповедь, которая говорит «не прелюбодействуй». И чтобы так не случилось, ортодоксальный еврей, он говорит «лучше я совсем не буду общаться с женщиной, я даже не буду с ней сидеть рядом, чтобы хоть как-то не приблизиться и не нарушить мне эту заповедь». Это то, что называется «ограда вокруг Туры». И когда вот это вот все мы берем во внимание, то многие заповеди в Аллахе, они настолько далеко ушли от своего истинного корня, что иногда даже потеряли с ним полностью связь. Зато и ограда, и собственно, и огорода не видать. Поэтому это одна из проблем сегодня в ортодоксальном, в нашем иудаизме, в раввинистическом иудаизме, где именно вот этот баланс. То есть мы пытаемся вернуться и смотреть на сам корень той заповеди, которая была дана, а не уходить так далеко, как выстроена сегодня вот эта вот ограда. Ну а как быть с какими-то мистическими вещами? Ведь в современном иудаизме то и дело проскакивают отсылки и к каббалистике, и к каким-то таким мистическим трудам, апокрифическим книгам. Да, даже сама по себе отсылка к устной торе зачастую бывает такой некой апокрифической отсылкой к чему-то, что мы не можем пощупать, сказать по привычному нам с христианских времён соло-скриптура, вот только Писание, а тут вдруг какие-то устные торы, а тут вдруг какая-то каббалистика. Как с этим быть? Вот какое отношение твоё к этим вещам? Во-первых, я думаю, что мы должны рассматривать, смотреть эту литературу, а не закрывать на неё глаза. Но мы должны иметь большое сито. То есть очень много вещей нужно отсеивать. Мы должны понимать, что если есть канон, то это для нас само основание. Всё остальное — это разные дополнения. Иногда ты читаешь ту или иную литературу, те же апокрифы или ещё что-то. Вдруг ты видишь картину более полную. Вдруг ты начинаешь понимать ещё какие-то вещи, о которых говорится в торе. То есть ты начинаешь видеть это под другим углом. Иногда появляются какие-то новые мысли, идеи, даже откровения. И я не думаю, что мы должны ставить какую-то преграду или стопор, что говорить, вот, нам это нельзя трогать. Но да, нужно учиться, да, нужно рассматривать. Если мы говорим насчёт кабалы, то я не знаю, на самом деле, как бы кабалу я в неё не входил никогда. Но есть, да, какие-то моменты, когда я могу что-то прочитать, посмотреть, как мыслят кабалисты, что они говорят, как они интерпретируют то или иное место. Когда речь уже заходит о чём-то более духовном, когда речь касается духовного мира, то я думаю, что не стоит нам подходить к этому и не стоит даже в это внедряться и окунаться. То есть стоит вот эти вот всякие оккультные, скажем так, вещи мистические обходить стороной. Это 100%. Валентина Сорокина спрашивает. Дмитрий, здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, соблюдаете ли вы и ваша семья отделение молочного от мясного дома? И как вы знаете, с какого времени евреи стали соблюдать эти традиции? Шалом, Валентине. Скажу так, когда мы говорим о заповеди Кашрута, которая говорит о разделении молока, то есть мясного и молочного, то здесь опять-таки это заповедь, которая неоднозначна. Мы видим заповедь, которую говорит Господь своему народу, не вари козлёнка в молоке матери. Эта заповедь употребляется три раза в Писаниях, три раза в Танахе. Два из этих употребления говорится в то время, когда Израиль входил в землю Ханаан и когда Бог давал им заповеди, как им нужно себя вести. В археологических источниках была найдена табличка, в которой была надпись, где говорилось, что у Хананеев был такой пульхан, на иврите это называется, то есть такой обряд, который они делали, это было примерно во время Суккот, как у Израиля молятся о дожде, когда начинается Новый год, ну не Новый год, а когда начинается дождь идёт, когда земля должна давать свои плоды, то у них был такой обряд, когда они брали действительно физически и варили козлёнка в молоке его матери. И тем самым они молились своим идолам, чтобы они послали урожай на землю, чтобы земля была плодовитой. То есть это некий идоложертвенный, культовый обряд был. То есть это сегодня одна из теорий, которая существует. Может быть из-за того, что вот эта вот археологическая находка была более поздней, я не могу сказать точно, когда это произошло. И то и у ивыреев мы знаем, что есть другое направление, когда действительно происходит разделение между молоком и мясом. Раньше, кстати, например, курица, она не считалась за мясо, то есть люди могли есть и курицу, и потом пить молоко. Но впоследствии, когда иудаизм ещё развивался, то есть произошло полное отделение. У меня в семье, то есть мы стараемся не есть вместе, но если проходит 10, 20, 15, не знаю, сколько-то минут, то есть у нас нет проблемы после мясного выпить чашку кофе. Кофе с молоком. То есть это именно из-за того, что я как отец в семье, как лидер, я смотрю, что скорее всего эта заповедь, она не имеет никакой связи. Именно молоко, мясное, вот это вот. Для меня, когда я только приехал в страну, было такое немного удивительное дело, что нельзя купить нормальную пиццу в Израиле, трудно найти такое, где мясо, сыр сверху. Ну не принято. Либо то, либо другое. Я хочу просто как бы сказать, что когда мы находимся среди евреев, для многих евреев вот это вот, это как камень преткновения. Поэтому если ты находишься в такой среде, не нужно делать что-то намеренно и сбивать человека с толку. Да, да, да. Это действительно так. Вообще во многих вещах нам, конечно, стоит оглядываться на то, как наша жизнь, как наше поведение рассказывают другие мамашехи. Но вот семья, дом, когда много детей, как им передать вот эти знания, как им передать веру? Насколько у тебя получается? У тебя же очень разный возраст, от скольки до скольки. Расскажи немного нашим зрителям. Да, у меня шесть дочерей. Возраст действительно разный. Почти все возраста есть. 16-13 лет. 8-7. 3 года и год. Как передать веру? Я думаю, это сложная тема на самом деле. Особенно, когда речь идет о подростках. Я не могу сейчас прям засвидетельствовать, что мне это удалось, потому что дети на самом деле еще не выросли. И можно сказать с уверенностью, когда они уже станут взрослыми, когда у них будут свои дети, насколько человек стал верующим, пошел по тому пути или нет. Но то, что мы пытаемся сделать, это, во-первых, говорить о каких-то событиях, которые происходят в нашей жизни, чтобы показывать нашим детям, как Бог себя проявляет, как Он проявляет в определенных ситуациях. Когда мы молимся о чем-то и получаем ответ на молитву, все это нужно свидетельствовать нашим детям. Второе, мы вместе с ними просто молимся, иногда просим, иногда благодарим. И это важные аспекты самой жизни. Как дальше пойдет путь у каждого из них, я не знаю. Я уверен, что каждый человек, он приходит к какому-то моменту, когда он встанет на перекрестке, и он должен будет избрать свой путь. Самое главное, то, что мы можем сделать, это вложить в них определенное основание. А там уже молиться, я думаю, очень много молиться о детях, это важная заповедь. Напоминаем, что вы смотрите программу «Израиль и лица» и в прямом эфире, здесь сейчас в студии в Хайфе, Дмитрий Лютаревич, старейшина общины Шивей Цион, отвечает на ваши вопросы. Ну и мы продолжаем дальше, продолжаем с теми вопросами, которые у нас есть на данный момент. Вопрос такой, как объяснить возникновение Ислама? Арабы, если я не ошибаюсь, потомки Израиля, в Библии сказано, что от служанки Авраама Агарии Бог произведет великий народ. Мусульмане признают Иисуса, ну и шо, как Машеха, но отвергают его богочеловечество и искупительную жертву. С другой стороны, как понимать, что Бог попустил возникновение Ислама, как правильно относиться к мусульманам? Ну, я думаю, что человек так недостаточно уверен, в том, что говорит Судя, потому что там они немного не как Машеха, но это уже детали. Вопрос объемный, то есть сразу несколько вопросов. Я думаю, начнем сначала. То есть сам Ислам, он образовался примерно в VI-VII веке. То есть, естественно, мы можем сказать, что до этого был какой-то народ. И мы знаем, что действительно, как предполагают арабы, они произошли от Измаила, Ишмаэля. И в Торе есть этому свидетельство. Я думаю, чтобы больше и лучше это понять, нужно вернуться, может быть, просмотреть определенные стихи. В книге Барышит, в Бытие, в 16-17 главе, мы читаем, как Агарина убежала от цары. И ее встречает в пустыне ангел. Ангел Господень написано. И он говорит, что ты должна вернуться, и у тебя родится сын, из него произойдет великий народ. Он будет жить пред лицом братьев своих. В другом месте, сразу же в следующей главе, мы видим, что Бог обещает Аврааму, что от цары произойдет сын. Но Авраам, он смущается, он не верит. Написано, что он даже смеется. Кстати, Авраам, он первый, который засмеялся, поэтому дано было имя Ицхак, а не из-за того, что сара в конце засмеялась. И он говорит там, пусть хотя бы Измаил будет жив пред лицом моим. И Господь говорит, и об Измаиле я услышал тебя, от него произойдут 12 народов. Они будут сильны, крепки, они будут развиваться. И я думаю, это то, что арабы произошли, они существовали. У них была вера в единого Бога, потому что отец их был Авраам. И вот эти вот разные предпосылки мы сегодня видим в исламе. Кстати, Авраам, у арабов он называется Ханиф. Не знаю, это еврейское слово больше или это больше слово арабское, но это значит, что Авраам, он был человек, у которого не было никакой религии, он просто верил в единого Бога. И это, в принципе, то, что было, потому что на тот момент не было никаких религий. Авраам просто шел за Богом. Когда образовался ислам, то, естественно, все это немного пошло в другое русло или пошло туда, куда пришло. Но мы должны понимать, я думаю, среди тех арабов, которые жили на тот момент, не все стали мусульманами, некоторые стали христианами, некоторые, может быть, стали буддистами, некоторые еще кем-то. И вопрос, как нам сегодня относиться к ним. Я думаю, к мусульманам мы должны относиться так же, как к любому другому человеку. В каком плане? То есть мы должны молиться, чтобы Господь дал им откровение, дал им откровение о себе, дал им откровение о истинном Мессии, о своем плане, о предназначении, то, что он пытается сделать. Хочу заметить еще одну вещь, что мусульмане, даже те, которые очень враждебно относятся, с одной стороны, мы читаем заповедь Ишу, он говорит, любите врагов ваших. То есть как мы их должны любить? Они нас будут убивать, уничтожать, а мы будем их благословлять. Я помню, когда-то был на одном семинаре про ислам, и женщина, которая проводила этот курс, сказала очень правильную, думаю, такую мысль. Она говорит, мы должны любить наших врагов, мы должны любить арабов, даже те, которые пытаются нас убить. Но что это значит любить? Мы должны молиться за них, чтобы Бог, он разрушал, их предприятие, чтобы он разрушал, может быть даже, чтобы горе у них случилось, чтобы, может быть, какие-то войны у них произошли. Почему это так? Потому что, когда человек, он что-то делает, и у него получается, он чувствует благословение, он чувствует, что он идет по правильному пути. Когда в его жизни что-то происходит, я думаю, так у каждого человека так, он начинает задумываться, начинает думать, может быть, что-то с ним не так, может быть, он должен поменять свой путь. Это то, что, я думаю, нужно делать каждому верующему, когда он молится за своих врагов. То есть, чтобы Бог начал... То есть, не ради зла им, а... Не ради зла, а ради того, чтобы они получили откровение. Ну, я помню, очень хороший был ответ однажды у одного человека во время еще коммунистических гонений на веру. Он сказал такую фразу, когда его спросили, ну, как вот любить коммунистов? Он говорит, коммунистов люблю, коммунизм ненавижу. Вот так и здесь, наверное, просто стоит отделить людей, действительно заблудших, действительно божьи творения, которых Всевышний любит не меньше и не больше, чем всех остальных, от их заблуждений, от тех идей, которые ведут их в погибель, ну и... Хочу сделать еще одно просто замечание. Когда речь касается нашей жизни, когда идут какие-то атаки, то есть заповедь более серьезная, когда речь идет о любви, то в первую очередь ты должен любить своих, ты должен любить свою семью, ты должен любить свой народ и сделать все, чтобы защитить их. Поэтому, когда речь идет о любви, сначала оно начинается с ближнего, со своих, а потом оно уже переходит к врагам. И поэтому, если вдруг мусульманский мир или еще что-то, или еще кто-то угрожает тебе, ты можешь любить своих врагов, но в первую очередь ты должен защититься. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok